Илью Прарок Да, действительно, Илья Прарок один из великих знаменитых пророков, который жил за 900 лет до Рождества Христова, где-то в это время, был знаменит своей ревностью по Богу. Во времена, когда жил он, был царь Ахав, у которого была жена язычница. Ну и как всякая жена, она ласками, уговорами, где-то обманом прельщала его так, что сам он стал поклоняться идолам. Ну а видя, что самый главный сановник поклоняется идолам, и его окружение тоже стало поклоняться идолам, а через них и весь израильский народ предал Бога истинного, забыл о нем и стал поклоняться идолам. И видя такое в израильском народе, пророк Илья говорил им об этом, он всячески старался им рассказать о том, что они предают истинного Бога, о том, что не должно поклоняться идолам, вот этим языческим богам и прочим, но его не слышали. И вот он пришел к ним, объяснял это все, но не получилось, и тогда сказал, что Господи, сделай так, чтобы три года не было дождя. Он закрыл, как говорят, небо. И за эти три года, когда не было дождя, действительно стали искушение и проблему быть у всего израильского народа, потому что и голод, и все остальное, нет урожая. Люди гибли, люди помирали от жажды, потому что те запасы воды, которые были, они очень быстро иссякали. Сам пророк жил в это время в пещере, и ему каждый день прилетал ворон, где приносил кусочек хлеба, а рядом был источник воды, которым он питался. И вот наступил момент, когда этот источник иссяк, и он понял о том, что пришло то время, что Господь сам его заставляет, чтобы он пошел к народу, и снова обратился к ним. И он действительно вышел к ним и сказал о том, что давайте сделаем так, видя, что они за три года не раскаялись, а также поклонялись идолам. Сказал так, что пусть вот эти жрецы, которые вас соблазняют, они сделают свой жертвенник, а я сделаю свой. И мы помолимся и попросим, чтобы Господь сам возжег то или иное, и мы увидим, кому более приятна жертва, и чья. И вот эти языческие жрецы, они возложили, пророк Илья попросил о том, чтобы они возлили еще и масло, чтобы оно горело лучше, чтобы вспыхнуло сильнее. И сколько бы они ни плакали, ни кричали, ни рвали на себе одежды, ничего не произошло, ничто не возгорелось. Тогда пророк Илья сам взял 12 камней по числу колен Израилевых, подложил на него дрова, принес ту жертву и вырыл вокруг ров и попросил, чтобы остатками воды залили именно эту же, чтобы она была мокрая. И его послушали, залили теми остатками, ров даже наполнился водой. И он только воздел руки к небу, как была молния, которая ударила в этот жертвенник, и оно загорелось. Так, что и камни горели, и вода горела. И вот он обратился к народу и сказал, вы видите, кто есть истинный Бог, кому стоит поклоняться. И все полениц, раскаялись и поняли, что они сотворили. И пророк Илья возвел руки, помолился, и небо разверзлось. Снова пошел дождь, снова был урожай. То есть люди раскаялись и поняли, как оказывается без Бога невозможно жить. — Поэтому на Илью пророка всегда ждут дождь, как правило, портится погода. — Ну, там всякие, да, нюансы. То есть Господь воспоминания этого чуда, может быть, что-то такое не спосылает. Он из тех святых, который был первым девственником в Ветхом Завете. Он сохранил себя и не стал расточать по мелочам, как говорится. Он единственный из святых Ветхого Завета, единственный из пророков, которых Господь забрал живым. Ведь дальше по преданию явился ему ангел на огненной колеснице, когда пришло время ему умирать, и забрал его на этой огненной колеснице, запряженными огненными конями. И все, вернее, пророк Елисей, который был после него, он видел это, как он вознесся на небо, и как он не был, как он не умер, вернее. И именно поэтому он считается покровителем всех, кто сейчас летает, это всех летчиков, всех десантников и прочих, которые как-то перемещаются по небу при помощи колесниц определенной. Вот. Ну, пророк Илья один из почитаемых святых, самых любимых. Ведь даже первый храм, который был построен на Руси, он построил в честь пророка Ильи. И это князь Игорь, который крестился в самом начале крещения, он построил, и княгиня Ольга. Первый храм, который построила она, еще до крещения Руси, это был храм в честь пророка Ильи. Вот такой удивительный святой, вот такой ревностный человек, который так истинно верил, что вот хотел, чтобы так верили все остальные. — Отец Александр, почему-то именно с Ильей Пророком связано огромное количество народных каких-то поверий, народных примет, а также суеверий. Как вы считаете, людям к этому стоит серьезно относиться или нет? — Ну, я думаю, каждый для себя сам выберет, потому что приметы есть приметы, они иногда действенные, иногда не очень. Вот, суеверий, конечно, я не доверяю никакому суеверию, потому что, ну, одно название их — суетная вера. Это, я думаю, не от Бога. А все остальные какие-то народные приметы, ну, они, я думаю, с годами сформировались. Причем народ-то у нас творческий, он не может как-то просто мимо пройти чего-то, как он обязательно что-нибудь выдумает, что-нибудь придумает. Вот, у меня есть знакомый летчик, который, летчик-инструктор. И он говорит, где бы он ни преподавал свое умение летать, будь то страны Востока или Запада, вот, ты говоришь, говорит, студентам, там, из Ирана, что нужно вот повернуть налево, а потом направо, и там на столько-то высоту. Он сразу делает то, что ты. И говорит, все понятно. На Западе, говорит, ты говоришь студенту из Испании, что нужно сделать? Он точно так же не задает вопрос. Ты говоришь русскому студенту. Он говорит, а что будет, если я наоборот сделаю? Это единственные люди, потому что вот такое творческое. Вот, ему, говорит, не надо делать наоборот, делай вот так, как это, потому что ни к чему хороший привет. Он говорит, а мне интересно. Вот, это вот, вот так же и здесь. Есть действительно народные приметы, а есть суеверия. И все они рождаются из-за того, что сам человек решает, а что, если сделать вот так или вот так, что будет? Вот эта творческая натура наша, она всегда проявляется. И, как этот летчик говорит, наши летчики самые творческие, потому что, говорит, никогда не знаешь, что он там придумает иногда. Бывает вот так вот. Ну что же, отец Александр, спасибо вам большое за разъяснение и пожелания на сегодняшний день. Да, хотел бы всем пожелать. Пусть гроза будет. Да, пусть будет гроза, пусть там не будет грозы. Тут не так важно. Главное, чтобы сегодня, я думаю, стоит обратиться к нему и попросить той истинной и искренней веры, чтобы Господь помог нам сохранить себя, не впасть в какие-то искушения, не отпасть вообще от веры из-за каких-то других проблем. Потому что, если будем верить в истинного Бога, Господь обязательно нам поможет, спасет и сохранит. Редактор субтитров А.Семкин